22 июня. Начало Великой Отечественной войны. Печальная дата для каждого из нас. В этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, умер от голода в тылу, был замучен в немецких концлагерях. В 4 часа утра владимирцы пришли на Площадь Победы, чтобы зажечь свечи памяти. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Патриотическая акция была посвящена 78-й годовщине с начала войны. В ней приняли участие губернатор Владимир Сипягин, ветераны, представители органов власти, общественных организаций, военнослужащие, студенты, поисковики. После митинга и минуты молчания владимирцы возложили цветы к Вечному огню. Возложим цветы тем, кто, увы, не дожил до победы. Владимирская область оправила на фронт 280 тысяч своих дочерей и сыновей. Половина из них не вернулась домой. Это огромная трагедия для нашей страны. Это огромный неценимый подвиг ради будущего своей страны. Мы никогда не забудем тех, кто дал нам право на жизнь. На площадь Победы пришли и те, кто в июне 41-го были еще детьми. Они вспоминали о начале войны, о трудностях и испытаниях, выпавших на их долю. У меня Великая Отечественная война, отец не вернулся домой и брат не вернулся. И я с 14 лет попал на флот, когда по линзу ходили в Америку, когда нас топили, десятками топили. Я участвовал в этих перевозах. А после с Японией война, я участвовал в высоких двух десантах. 5 августа проводил отца, который только что вернулся с финских событий на фронт. Началась совершенно другая жизнь, которую трудно назвать жизнью. Мне было 9 лет. Я была пекарем липовым. Липу и клевер пекли лепешки. В этом мы пытались под должную форму. Первый шевелинка появится, мы бежим, едим. Потом анис, потом всякий курдюк. Всего говели, а соку даже ели. Там самая беленькая, мягенькая. Съедим, а остальное жесткое, нельзя жевать. По словам главы региона, наш долг помнить о тех, кто был лишен детства в тяжелые военные годы, а потом возрождал страну из руин. Поэтому губернатор решил выделить единовременную выплату детям войны к 75-летию Победы. Татьяна Гордева, Дмитрий Манапов, Губерния, 33.